Всем доброе утро! Я в маске решила записать вам приветственный влог. Покажу мой день, что я делаю. Пью кофе. У нас закончился кофе, и мне муж сходил, купил кофеёк. Это Double Shot Flat White with Almond Milk. Двойной, как бы, эспрессо, наверное, шот с алмондовым молоком. Крепкий, вкусный. Так, хотела вам показать мои вчерашние покупки. Повторила я вот этот вот тональный крем Future Skin от Chantekal. У меня в оттенке был раньше Camomile, а сейчас у меня оттенок Nude. Он более такой тёплый, более, наверное, тёмный. Ну, знаете, этот крем, чем мне нравится, его можно наслаивать, делать темнее, плотнее или совсем полупрозрачным. То есть это здорово. Этот крем, он на водной основе, крем-гель без масел, oil-free gel foundation. Прекрасен, прекрасен, прекрасен. Сделан у него обзор отдельно. Сейчас просто покажу. Купила также тушь Hourglass. Она у меня была в миниатюре. В подарок мне её дали. Вот сейчас взяла большой такой, слушайте, он такой тяжёлый, увесистый, хотел сказать, флакон. Ну, в общем, вот эта вот упаковка. Очень мне она нравится. Делает ресницы красивыми, длинными, подкручивает их, хорошо разделяет, не склеивает, не ложится комками, не осыпается. Но на моих ресницах работает просто прекрасно. Сто процентов прекрасно. Так что тоже сделаю обзор всего, всё покажу, всем накрашусь, всё расскажу. И взяла вот такой пробник, Кэтберг, их крем для лица, увлажняющий, с витамином С. У меня сейчас её эссенция, PH Balance. Мне очень она нравится. И, ну, как бы, вообще работает всё хорошо вместе. Поэтому я решила попробовать вот этот крем. Если мне понравится, возможно, куплю. Вообще, Марка Кэтберг, присмотритесь, потрясающе. По составу, по философии, она молодец. Так что вот такие у меня покупки. В видео всё буду подробнее рассказывать. Сейчас это просто блоговый такой вариант. Вот здесь вас приветствует Элвис. Элвис. Скажи мяу. Привет. Мяу. Да, у Элвиса весёлая жизнь. Спит. Здесь у меня новый холст. Такой вот. Огромный. Буду работать. Над ним скоро начну. Смотрю, убивая Еву. К сожалению, у нас нет Фокстала. На Netflix нет. И на Стэйне тоже её нет. Так что смотрю на русском сайте по-русски. Надеюсь, посмотреть ещё её на Фокстал, если будем, например, у Розы в гостях. Потрясающий сериал. Просто какой-то вообще... Ну, я в восторге. Я уже смотрю второй сезон. Мне кажется, если бы у меня было больше свободного времени, я бы за весь день посмотрела бы его весь. Он потрясающий. Класс. Так, покажу вам. Я сейчас, значит, смою маску. Маска у меня сегодня Филорго Мезомаск. У меня сегодня такой уикенд, вы поняли, да? Выходной день. Потом умою лицо доктор Барбара Стурм вот этой вот её умывалкой, пеночкой. Мне она очень нравится. Уже заканчивается. Скорее всего, куплю ещё. И нанесу вот этот PH-энзим эссенцию от Кэтбёрг. Она бесподобная. Попробую, как она работает как раз вот с этой вот Кэтбёрг витамин C Face Cream Moisturizer. Увлажняющий крем. Также я сейчас использую с удовольствием. Мне подруга подарила масло Drunk Elephant. Оно великолепное. Не оставляет жирной плёнки. Пока очень нравится. Ну, мне всегда всё вначале нравится. Надо это подольше попробовать. Ну, разношу его где-то месяц хотя бы. И уже дам вам более точную рекомендацию, каково оно. Заканчивается у меня мой вот этот лосьон Treatment. Мне он очень нравится, Lamer. Крем тоже уже практически закончился. Не знаю. Он, несмотря на всю её лёгкость, всё-таки оставляет иногда жирную плёнку. Я не знаю, от чего это зависит. То ли от температуры, то ли от кондиционера. Не понимаю. Не понимаю. Вот иногда прям прекрасный эффект. Иногда плёнка. Не знаю, что это такое. Надо сходить спросить у консультантов, что это может быть. Хотела вам показать. Я купила в CeraVe вот этот крем для тела увлажняющий. Но он неплохой. Неплохой, но вот так прям, чтобы петь ему какие-то дифрамбы. Нет. Не моя история. Да, классно, что он не пахнет. Очень лёгкий. Но вот прям, чтобы он так вот шикарно увлажнял кожу, тело. Нет. Ну, приятный. Приятный. Также приятный вот этот крем для лица. Если вот прям совсем ничего нету, то хороший вариант. Так, конечно, не знаю, мне Авин больше нравится. Или вот Кейтберг. Ну, это совсем разная, конечно, категория. Сейчас умоюсь, нанесу крема, смажу свой маникюр ужасный. Ну, не ужасный, слушайте, я рисую, там уж не до маникюра. Вот смываю вот такими дисками с кокосовым маслом. Они очень хорошо пахнут. Вообще не пахнут ацетоном, вот этой жидкостью для снятия лака. Мне он очень нравится. Вот такой вот. Ну, и удобный формат дисков. Прикольно. Так что потом буду дальше развлекаться, продолжать свой выходной день. Я приехала в кафе. Сейчас дойду пешком. Вот нашла здесь парковку. Буду встречаться с подружкой Кати. Вы ее видели. Катя Комарова. Встречаемся с ней на кофе. Поболтаем. Так что я пойду. Запишу вам все из кафе. Не была еще в этом кафе. Прикольный такой интерьер мне показался на фото. Так что посмотрим. Я сегодня надушилась от души так. Лилаба. Сантау 33. И меня прям подашнивает. Что такое? Еле прям ехала. И знаете, так нехорошо было. Видимо, с ним нельзя перебарщивать. Я перебарщила, походу. Смотрите, какие прудки. Ну, это тоже... Ну, это, конечно, ничто с Москвой, если сравнить. Ну, вон машины там дальше стоят. А кафе как раз вот там дальше. Поэтому я молодец. Туда не свернула. А то вы, Катя, меня, наверное, ждала. Вот такие террасы. Тут такая улица. Район называется Эчклифф. Тут тоже вот такое кафе. Симпатичное. Очень маленькое. И народа нет никого. И там еще на улице. Вот можно сидеть. Сэндвичи. Бублики. Кофе. Я пока водичку пью, жду качу. Вот, мы с Катей попили кофе. Здравствуйте. Красавица. Красавица. И расходимся по делам. Ну, все. Я уже иду назад. Сейчас заеду на почту. Мне прислали там пробники. Австралийский бренд. Прислали пробники духов. Не знаю, в каком количестве. Не знаю вообще. Не знакомы с этим брендом. Но вот они мне написали. И послали. Это приятно. Первый раз мне такое. Так что я прям жду. Когда получу эту посылку. Попили кофе. Распаковку мне прислали аромат. Вот. Теперь я парфюмерный блогер. Так скажем. Прислали аромат. Австралийский бренд. Коудфилд эндбэнкс. Я сняла распаковку на ютуб. Так что если вы за мной следуете. Наверняка ее уже видели. Приятно. Здесь также вот. Спасибо. Димитрий. Вот такой вот конверт. И ароматы, которые есть в бренде. Но не все. Вот такого розового аромата. Я хотела его попробовать. Его как раз здесь почему-то нет. Может быть он сейчас снят. Или еще что-то. Так что буду все пробовать. Потом сделаю полноценный обзор на эту марку. Марка интересная. Самобытная. Юная. Нишевая. Мы опять пришли на аукцион. Но сегодня нет аукциона. Ну просто можно посмотреть. Нас пустили. Красиво. Смотрите какие часы. Красота. И вот тут есть номер. Вы отмечаете себе какой вы хотите бит. И потом уже бьетесь. Регистрируетесь. Очень красиво. Мне, например, очень нравятся такие зеркала большие. Это я. Сегодня. Такие вот прекрасные можно найти вещи. Их отмыть. Отчистить. И будет счастье. На мой взгляд, это гораздо лучше и интереснее покупать что-то такое, чем штамповку из пресс-папье. Ну, конечно, такое купить это тоже большой процесс. Нужно понимать, что не факт, что вы купите это. Что может кто-то перебить вашу цену. Но, тем не менее, если вам повезет, можно, конечно. И вот эти мне нравятся. Можно, конечно, купить очень стоящие вещи, которые прослужат вам очень долго. Тут даже продаются старинные куклы. Но они очень неприятные, они страшные. Я их боюсь. Такая девочка. Тютюшка. Ну что, записывала. Записывала видео о макияже с маркой Шантекаль. И стерла его нечаянно. Печаль. Печаль. Ну, вот такой макияж получился. Я запишу, наверное, еще раз видео. Надеюсь, его не стереть. Ну и раз я накрасилась, все равно записала видео. Еще одно. Это было видео по запросу. Ароматы, которые нравятся и не нравятся моему мужу. Вот здесь у меня получился такой набор. Какие-то ароматы ему нравятся, а какие-то нет. Так что, не знаю, какое видео выйдет первым. Так что, вот, посмотрите. Посмотрите. Вот это мое любимое сердечко. Мэппэвдэхарт. Ну и остальные я лично очень люблю. Раз уж сегодня влог я снимаю. Вот покупки. Мы не берем сумки. Мы складываем все вот в такие коробки. Молоко. У нас сын очень любит. И муж пьет. И вот хотела показать вам такой ноу-хау. Ну, наверное, многие знают. Мы покупали вот такой кефир. И теперь просто заливаем. Не мыли потом бутылку. Заливаем туда молоко. И на следующий день... Не ставим в холодильник. И на следующий день у нас получается еще кефир. Вот такая вот вещь. Покажу, что купили. Мы купили хлеб, розовое вино. Грибочки вот такие большие. Салат. Еще хлеб. Помидорки. Сразу вот их кладу сюда. Помидоры, ну если вдруг кто не знал, лучше не хранить в холодильнике. Они теряют свои вкусовые свойства. Руккола пакет. Рис арборио для ризотто. Две шоколадки. Это меня муж любит. Черный с миндалем. И черный с фундуком. Авокадик. Обязательно. Всегда надо брать. Фарш куриный. И вот такое вот мясо нарезанное. Я его делаю так, как на азиатский, наверное, манер. Манер с чили, с чесноком. Яйца. И капустка цветная. Капусту цветную я прям что-то так захотела. Сегодня я сделаю. Положу сюда пока. Так, коробку. Положу сюда. Дальше. Ля-ля. Это что, Леш? Бараньи ноги для горохового супа. Ага, бараньи ноги для горохового супа. Я сделаю. Вот такой вот мешок кофе органический. Органического кофе. Не мешок органический, а кофе органический. Картошечка. Куда-сюда буду ходить. Вот такая вот паста очень вкусная. Порчини с порчинем. Вот такие вот треугольнички. А внутри у них порчиня. Леш, ну зачем ты? И Элвиса купили тоже. Мясо. Чего слышишь? Курица. Это вот такой запас продуктов на едины. Плюс-минус. Так, сейчас я Элвиса отсюда сгоню. Все, уходи. Уходи, Элвиса. Вот такой вот нарезанный сыр на сэндвич. У нас сын любит и муж. Чеддер. Чеддер это, по-моему. Ну какой-то там. Так, еще одна упаковка. Спорчини траффл. Сметана. Что вот я люблю, так это сметана. Ну если кому интересно. И масло, конечно же. Сливочное. И пицца. Это такая вот коробка из трех пицц. Очень удобно и в школу давать. И так, на быструю руку, если друзья к сыну приходят. Очень, кстати, неплохая пицца. Все. Теперь все буду убирать в холодильник. Вот такой вот наборчик продуктов. Ну и уже вечером мы идем в Кости. Там я уже снимать не буду. Такой у меня получился влог. Может быть еще сниму, когда вернемся. Но не знаю. Так что надеюсь, вам понравился мой день. Всем пока. С вами была Аленка Блок.